Рождаются поэты в октябре, когда сердца красой своей тревожит, осенний бал природы на дворе. Случайность очень может быть, но все же. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, осень унылая пора. Но любимое время года поэтов, философов, романтиков. Осеннее созвездие писателей, родившихся в октябре под знаком зодиака весы, Лермонтов, Есенин, Цветаева. А насколько осень близка видновчанам? Красивые яркие цвета, ярко-досыщенное. Ну, если яркая такая погода, солнечная. Естественно, у Есенина очень много про осень. Так что это вот про рябину, там, ну, а сейчас вылетело из головы. Тепло, уют, не знаю, любовь, пирожочки вкусные какие-нибудь. Главное, да, кофе, главное, чтобы не холодно было. А так, да, вдохновляет намного. Особенно, если человек творческий, конечно, вдохновляет намного. Посмотрите, как все вокруг красиво, какие краски осенью. Я считаю, что это прекрасное время года для вдохновления и художников, писателей. Ну, про осень писали многие, и Пушкин, и Лермонтов все наши, и Тютчев писал хорошо про осень. С приходом осени в библиотеках появляется больше людей. Вдохновленные красками этого времени года, они идут за хорошей книжкой, чтобы дома, укутавшись в плед и взяв чашку с чаем, насладиться интересным произведением. Для каждого читателя книга – это, ну, такое путешествие небольшое, да. Он погружается вот в то, о чем хочет сказать писатель. Да, конечно, каждый выбирает по себе. Но кто-то более оптимистичное, да, кто-то более меланхоличное, наоборот. Главное, чтобы это было по душе, главное, чтобы человеку нравилось. На что бы вас не вдохновила осень, будто новая книга или что-то другое. Главное – получить заряд этого сказочного настроения природы. Юлия Погайсян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.